Так, первый у нас стенд. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил. Максим. На какой компании находимся? Компания Bytec Machinery, город Ярославль. Чем занимаетесь? Мы представляем ряд зарубежных брендов. Интернациональный стенд у нас сегодня. Это такие бренды, как Клющилка Зерна, Ромил из Чехии. Это Краморазадчик Келикел. Как горизонтальная модель представлена, так и вертикальная. Производитель Турция, почвенная фреза Агриволт, мини-погрузчики и, соответственно, мобильные звено-сушилки, стационарные сушилки и гусеничные системы из Италии. Ну и погнали по каждому потихонечку. Погнали! Краморазадчик горизонтальный Келикел, турецкое производство. Здесь представлена 12-кубовая версия, потому что двенашка это самый популярный на данный момент в России кормораздача горизонтальной. Итак, что мы имеем? Толщину стали бассейна-бункера 10 мм, стали с Т-52 используется, как на всех бассейн-бункера, вот верхняя часть. То есть здесь утолщение, потому что основные процессы именно абразивного воздействия компонентов рациона происходят здесь внизу, где расположены шнеки. Где она переворачивается? Да, да, да. Вы, получается, полностью импортную технику привозите? Да, да. То есть мы дистрибьюторы эксклюзивные, соответственно, только мы имеем право на территории России. Именно вот эта фирма, да, как БайТек? БайТек-машина. БайТек-машина, да. Колеса базовой комплектации с шириной 400 мм, помогают не тонуть в грунте, лишнюю нагрузку на трактор, не оказывать, если плохие условия дорожные на фирме. Эта машина в стандартной комплектации представлена здесь уже в базе пульт управления дистанционный, тросовый, всеми гидравлическими компонентами, независимая гидравлическая система, которая управляет всеми гидрокомпонентами машины, рисовая система итальянская. Рисовая, то есть будет показываться вес какой? Да, конечно, то есть она необходима для управления кормлением, для более точного дозирования и, соответственно, для более точного введения процесса животноводства. То есть коровы должны получать ровно столько, сколько прописывают зоотехники, и чтобы это контролировать. Ну, это, наверное, уже такие европейские нормы, да, которые... Ну, они переходят в Россию, и сейчас, в принципе, без весовых систем машины у нас особо-то не продают. Большие холдинги хотят докачественно? Большие холдинги хотят уже суперсистемы, где полностью экосистема вся заряжена на менеджменте кормления, на Wi-Fi, там... Я, наверное, прослушал, она сейчас сама... Турция. Турция? А оборудование все итальянское. Да, сама машина из Турции, гидравлика и рисовая система итальянская. Сборка тоже Турция? Да, да. Ничего русских комплектующих у вас нигде нет? Нет, здесь, на этих машинах нет. А также в базовой комплектации представлен такой мощный гидравлический транспортер выгрузной, лента ПВХ до минус 45 градусов. Скажу честно, на первых машинах мы столкнулись с проблемой того, что лента рвется при сильных морозах. Дубеет, да? Да, дубеет, начинает отрезкаться. И, соответственно, мы ее признали, мы ее очень быстро исправили. Это получается, цилиндром опускается, корм вылазит, да? Машина двигается, корм раздается. Цилиндр, вот пульт управления. Вот здесь находится, соответственно, один рычаг отвечает за опускание самой платформы, второй за поднимание грейтерной заслонки, и третий за запуск транспортера самого, да, вот через гидромотор. Ага. То есть сейчас проблем с лентой нету? Сейчас проблем с лентой нету, не устроено. Ну, у нас и морозы такие, наверное, в каких областях бывают? Где-то на севере только? Мы столкнулись с этим в Пензе. В Пензе, да? Ну, в Пензе морозы. Далее, то, что является нашей отличительной особенностью, уникальной, это задний загрузочный ковшик. То есть любые компоненты рациона мы можем загружать с помощью этого ковша. Грузоподъемность 300 килограммов, соответственно, чтобы не нагружать погрузчик, какие-то примиксы, рассыпущие компоненты рациона, добавки, все управляется с помощью этого ковша. Ну, получается гидроборд, что-то наподобие этого. Он опускается, да? Да, он опускается до земли. На двух гидроцилиндрах вы там все засыпаете и, соответственно... Управление тут? Управление одним рычагом. Вверх-вниз? Вверх-вниз, да. Ага. А гидравлика вся общая? Гидравлика вся общая, независимая, соответственно, никакого загрязнения от трактора. Она между собой замкнутом цикле, да? Да, да, да. Система закрытого цикла, пойдемте, покажу и гидроемкость с маслом. Машины используют масло Petronos, такое же, как и Mercedes. Это че, они используют. Да? Да. Все настолько круто? То есть у нас капот на двух газовых упорах, все заизолировано, все эстетично. Вот емкость с гидравлическим маслом и гидро-растом, соответственно. А это температура, да? Посмотреть, если чего, на это значит температура у нас. А че значок Talambaradjini? Это гидравлический значок. Это не, да? А я думал, это это корнями. Ну, почти. Почти, да? То есть масло AMG используется? То есть в случае чего, если подъехал директор на AMG, да, масло надо долить, он отсюда канистру взял? Да, 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 можно подслить чуть-чуть. Давайте шнеки еще, наверное, покажем по лестнице. Шнеки куда? Вверх надо? Да. Так, соответственно, непосредственно сердце, да? Сердце кормораздачи, когда, собственно, то, благодаря чему происходит процесс измельчения, смешивания. Здесь у нас 132 ножа-звездочки, 12-конечные звезды, которые, допустим, если у вас они затупились через год использования, вы можете их ослабить, перевернуть на 180 градусов, получить новую заводскую заточку. Они съемные, да? Они съемные, да. Они не крутятся? Ну, в случае необходимости они вращаются. Толщина витков шнеков у нас здесь 15 миллиметров. По сути, шнеки этимичные. Да я смотрю, да. То есть, такое уж шатать надо прям постараться. Ну, надо сказать, что компоненты рациона, сено, солома, они достаточно абразивные. И металл, который... Тротся, да? Да. В России, особенно в тех кормах, которые используют здесь, протирается достаточно быстро. Поэтому толщина имеет очень важное значение. Да не, видно добротно. Дышал. В общем-то, еще одно, так сказать, говоря. Шнеки – это сердце. Но то, что их приводит в движение – это шестеренчатый редуктор, также разработанный в Италии компанией Бревини механической. Мощные шестерни, здесь тройник, скорость уменьшающий. То есть, все находится в закрытой герметичной масляной ванне. Это не съемный? Съемный. Ну, надо постараться просто. Так, ладно. Это еще на один? Один балл приема мощности отвечает за движение шнеков стандартное, и второй – за антиблокировочную систему, то есть для реверсивного хода. Подключаете. Назад будет крутить? Да, да, да. Если у вас, допустим, что-то там случилось, что-то застряло, какой-то сердцевина обледеневшего, там, например, рулона, то подключаете и шнеки проворачиваете в обратную сторону и достаете. И, в принципе, он может сам провернуть, да, и сломать, ну, если там лед какой-то. Да, да, да. Ну, с такими шнеками, да, с такой толщиной он может и сам, но... Я понял. Линейка кормораздатчиков у нас одна из самых широких на рынке, если не самая широкая. Машины от 0,75 кубических метров, собственно, вот малыш у нас представлен здесь. Ага, Глянин, да? Он навесной или нет? Я что-то смотрю. Он может быть и навесным, и принципным. На маленькие трактора, да? А тут выгрузка у нас уже... Здесь у нас выгрузка... Он откидывает, наверное? С помощью... С помощью ручной... Это минимум того, что может быть? Это самый минимум того, что может быть для самых небольших семейных ферм, там, 10, 20, 30 голов. Ну, чтобы облегчить труд, да, как бы купил и ты... Да, да, да. То есть, вот это вот такая первая ступень для перехода на механизированное кормление. Он работает, обратите внимание, может, как от вала приема мощности, да, то есть, так же и от сети 220 вольт с обычной розеткой. А там я глянул уже чуть-чуть. Мощность у него, получается, нужна потребляемая, да, какая? Три киловатта. Так, по ценам сориентируемся? Да, по ценам старт от 400 тысяч рублей, собственно говоря, вот эта самая маленькая машина. Самый популярный в России объем, да, это двенашка, вот эта, то цены стартуют там в районе 200-300. 200-300. Понял. Следующие компоненты для развития бизнеса. Итак, это Ромел, чешский производитель, один из лучших производителей оборудования для плющения и дробления зерна в мире. Это практически флагман. Машина ЦП-2 необходима для плющения, для смешивания, для внесения консерванта, для смешивания зерна, плющенного с консервантом и для упаковки. Так, по машине. С чего начать? Даже не знаю, с чего начать. Давайте, может быть, начнем сзади. Здесь у нас размоложен большой упаковщик со шнеком, который, собственно говоря, занимается отрамбовкой и упаковкой зерна в большой пластиковый рукав. То есть рукава 70-75 метров, диаметр может достигать 3 метров этого рукава. То есть то, что мы видим на поле, длинные белые, это вот это делает, да? Да, да. Ну, это может делать упаковщик, но упаковщик, он занимается только упаковкой. Эта же машина сразу 4 в 1. Она и консервирует, и упаковывает, и утрамбовывает. И самое-то главное, она плющит. Ага, то есть получается, влага не выдавливается, а просто засыпается консервант, который не дает ему... Консервант химически смешивается с водой, это необходимо для увеличенного хранения и для сохранения питательных свойств. Он безвредный? Он абсолютно безвреден, да. Таким образом, корм может храниться в несколько месяцев, там, вплоть до полугода, вот в этом пластиковом рукаве. Ну, как раз сезон, когда это... Да, 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 сезон. Межсезон. Межсезон, да, зимний, можно так сказать. И, соответственно, по мере использования, с рукава срезается, как сила, стоя на ямы, срезается по слоям корм, пока не кончится рукав. Ага, оттуда загрузка? Да, да, загрузка оттуда, она может осуществляться ковшом, может осуществляться... с шнековым транспортером. Вот здесь мы видим сбоку сердце этой плющинки. Здесь две пары 900-мм титановых вальцов. Из титана, да? Да, да, покрытия, то есть вот кожухи, они сделаны из титана. Это доп. опция. В стандартной комплектации вальцы сделаны из изотированной стали. То есть ресурс их начинается от 20 тысяч тонн. Вообще на рынке не представлено аналогов. Все конкуренты, да, они делают вальцы из обычной, ну, из обычной нержавеющей стали. С ресурсом 3-4-5 тысяч тонн зерна. Из титана доходит до 20? До 48. До 48. Титан до 48 тысяч тонн. И азотированный, то что в базовой комплектации 20-25. Ну, титан-то хорошее вещество. А я еще смотрю, скорость передвижения до 40? Транспортная. Транспортная. Зазор между вальцами от 0,2 миллиметра до 5 сантиметров. Регулируется он очень просто с помощью этого механизма. Вальцы всегда расположены монолитно относительно друг друга. То есть они не пружинят, не раскачиваются. Таким образом, все, что поступает в бункер, 100% вороха, оно перерабатывается. У аналогов, да, как бы, не совсем так. Бальцы подпружинены для того, чтобы сделано, чтобы бустим камешек попал. И чтобы бальцы не испортить, они друг от друга, ну, они просто могут отойти подпружинены, они отходят. А тут, когда есть ли камешек? А здесь у нас установлен штифт. Это система запатентованная Rommel, чешский патент. Система мгновенного отскока. То есть попадает какой-то неразрезной, да, неразрезная фракция, какой-то камень или кусочек металла, если у вас магниты не установлены. Вальцы мгновенно отскакивают. Штифт этот режется. Машина встает в аварийное положение. Штифт меняется. И продолжается работать. Что значит вальцы отскакивают? Они отскакивают друг от друга, таким образом. А, ну, потом они сами заходят. Потом вы меняете штифт, да, снимаете машину. Его не сложно найти, да, нибудь в комплекте даются? В комплекте идет 5 штук, но они копеечные почти. Копеечные, да? Они не стоят 50 рублей. Ну и не сложно дальше ее запустить. Да. То есть процессом занимается один механизатор. Насколько большой должен камешек попасть? Тот, что превышает зазор между вальцов. В зависимости от того, какой у вас зазор установлен. Какой мы устанавливаем, да? Ну, а если в случае чего, даже если он может расколоть, наверное, да, камень? Ну, если он не такой прям крепкий. Нет, он не будет колоть. Не будет колоть? Он по-любому отскочит. Отскочит. Ну, с одной стороны, правильно. Ну, потому что вальцы практически самая дорогостоящая. Ну, если еще титановое покрытие, то... Да, самая дорогостоящая компонент машины, здесь нужно перестраховываться. Я понял. Получается, два бункера, да, загрузных? Нет, бункер один. Но равномерно распределяется... А, совмещается просто? Да, да, потому что вальцы параллельно, две пары их. То есть, вот первая пара и вот там вторая. Привода? Да, это мощная система редукторов, которая приводит, собственно говоря, в действие наши дорогие вальцы. А я уже глянул, хорошие привода. А тут этот вал чуть побольше, да? Там... Нет, такой же. Переходник нужен? Нет, такой же? Все, получается, у нас два привода. Или это куда идет? Это карданый вал, он включается. А, к трактору? К трактору, да. А он тяжелый, наверное, да? Достаточно тяжелый. Нижний привод отвечает за привод шнека, который мы с вами видели в начале. И верхний отвечает за, собственно говоря, привод от самих вальцов. За включение. Верхний за, это, за вальцы, нижний за привод. За задний шнек. Ну, за задний шнек. Чтобы он крутил, выдавливал, да? Да, да. Производительность машины до 80-82 тонн. За час? Блин, это... Один не хрен поцепишь, да? Ну, или надо быть большим, большим трактористом. Тормозная система у нас здесь трехуровневая. Начиная от ручного тормоза. Тормоза про что? Про колеса или про саму систему? Про колеса. Видно, про колеса. Начиная от ручного тормоза. Маден, чешский, да? Прямо написано. А вот этот значок, это это, значок качества? Европа, что ли? Это Евразийского союза. Сексификация. Без этого значка машины в Россию поставляют... Ну, вообще, в территорию Евразийского союза поставляться не могут. 7600 полная, да? Да, 7600 килограмм. Загрузка, наверное, тонн 9 выйдет? Ну, объем бункера здесь, дабы не собрать, 3,5 куба. Но машина может подставляться с наставными бортами, которые увеличивают до 9 кубических метров объема. Еще больше, да? Это получается, он, скорее всего, под телескопы, наверное... Какой-то или нет? Нет, там у нас шестерни и цепь. А, просто защищает. Так, провалы рассказали. Да, ну и напоследок, что у нас здесь? Гидравлическая, пустос тормоза, управление. Дальше пневматический ресивер. И все управление осуществляется с помощью, вот его вот отсюда, вот видно, электронного сенсорного дисплея. То есть все автоматизировано. Также доступны машины версии профи с взировочными турникетами специальными, которые полностью автоматизируют подачу консерванта и полностью исключают весь человеческий фактор из подачи консерванта на зерно. Таким образом, все издержки по потере консерванта не устраняются. То есть управляется с сенсорным экраном? А к трактору подключается это все, нет? Так, подключается. Подключается все, да? А на тракторе будет какой-нибудь экран или нет? Или чисто все с улицы? Все, все, все. Оттуда настроил, залез, включил вал, да? И работаешь? И поехал. Да. То есть машина, по сути, отталкивается от мешка, и из-за этого трактор стоит на нейтралке, отталкивается от мешка, и все это толкает себя и трактор вперед. Угу, понял. Понял, понял, понял. Туда не попадешь, да, Никак? Ну ладно, лазить не будем, а то еще это... Ну можно вот сюда залезть, просто не поднимай, термоторы покойки. Можно, можно. Там видно кругленькие такие штучки. Это у нас магниты. Они необходимы для того, чтобы все металлические части, которые там вместе с ковшом в земле поднимаются. Они оставляются на этих магнитах. Прилипает, да? Да. И бункер при необходимости можно перевернуть металлические цилиндры, соответственно, бункер переворачивает. Если что-то высыпать? Да. А, если забилось, например? Ну, например, да, работа там остановилась. Как-то высыпать. Блин, ну зачет, зачет. Переходим на гусеницы. Гусеничные системы Саботина, итальянские. Как для комбайнов, так и для фракторов. Это представлена конкретно система для комбайнов. Флагман Evolution Truck 2.0. Предназначенная для использования на комбайнах мощностью от 960 кг. Именно данная. Вы, получается, тоже эксклюзивный дистрибьютор именно гусеничных систем? Да, это гусеничная федерация. Только мы ими занимаемся. Только вы? Через нашу дилерскую сеть. Это, получается, если поставить на трактор, будет типа Джон Диро, да? Вот эта вот гусянка. Ну, типа девятки. Типа девятки. Конкретно эта система оснащена амортизационной системой гидравлической. Здесь у нас четыре ролика. Бывают еще трехроликовые, бывают небольшие системы для менее мощных комбайнов. Установка быстрая. В течение двух-трех часов буквально можно накинуть на вось. Просто наступится. Просто с помощью обычных стандартных болтов. То есть мы шпильки раскрутили, туда же вставили за место колеса? Да, сняли колесо. Если необходимо, например, там по вылету, вставили проставку специальную, они также в комплекте или отрегулировали как можно, и все, машина работает. Единственное, с чем можно столкнуться, это с тем, что гусеница делает переднюю часть комбайна выше, чем он с колесом. И из-за этого нужно немного приподнять заднюю установку. Заднюю тележку, да? То есть для чего нужны вообще эти системы? В Европе их используют в основном для сохранения плодородия почвы. Потому что пятно контакта здесь в районе 4,9 квадратных метра. У колеса, да, у стандартного комбайна, это значение там в районе 1,5 квадратных метров, даже меньше. Ну, там оно даже выгрызает, получается. Да, а здесь ровная поверхность, которая снижает давление на почву. Не будет трамбовать. Да, и таким образом не мешает плодородному условию почвы. Ну, соответственно, это, наверное, те областя, которые более заболочены. Это второе, для чего покупают систему, это для увеличения свойств проходимости комбайна. И в России, кстати, в основном покупают только для этого. Потому что комбайны застревают, пассивная, да, как обычно, это не ремяк, нужно сделать успеть все быстро. Если комбайн застрял, то это, конечно, безусловно потери. И по качеству зерна, и по количеству собранников. Поэтому кассиницы, они значительно улучшают. Есть такие моменты у нас. В общем, универсальные, да, получается? Я еще хотел спросить, есть 8 шпилек, есть? Есть 10. Есть шпилек, это от разных моделей комбайнов? Да, всего в мире бывают 20 комбайнов, 8 и на 10. Но это абсолютно не проблема, все это решается переходниками. Все в комплекте есть? Да, да, да. То есть, в принципе, можно на любой установить? Я тут глянул, ИР на русский, да? ИРа Сильмаш, ИПОЛЕСЬЕ, все есть? На любые комбайны. На любые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...